Сегодня мы с вами будем заниматься проблемами и право собственности. В прошлый раз я вам рассказал немножко о понятии вечных прав, и мы с вами установили, что пандектистика на самом деле лежала в основе вот этой идеи, а не римское право, как иногда принято считать, и что идея вообще ограниченных вечных прав, о которых мы еще будем говорить специально, связана с отказом вот этой средневековой концепции разделенной или расщепленной собственности и с необходимостью обеспечения экономически необходимого и юридически прочного участия одного лица в праве собственности другого на земельный участок. Но это все касалось вечных прав. А основной, самый, так сказать, главный институт вечного права, права собственности мы не рассматривали. Вот сегодня мы к нему обратимся. Значит, при рассмотрении вот этих отношений, связанных с правом собственности, как таковым, нужно иметь в виду несколько, конечно, очень важных моментов. Ну, во-первых, само право собственности, мы о нем будем специально сегодня говорить, это не просто наиболее широкое и вечное право, это вообще наиболее широкое право, причем история развития правовых институтов показывает, что в неразвитом правопорядке, вот в самую древнюю эпоху римского права, например, вот период законов 12 таблиц, и до него феодальные, вот ранние феодальные времена, вообще разделения не было не только на права обязательственные и вечные, но и, собственно, вечные права сами не выделялись отдельно, сервитут, там, допустим, или эмфетевзис, там, или что-то еще, а рассматривались как разновидности или какие-то там придатки вот этого некоего единого права, которое даже и правом собственности-то не называли, потому что, если брать новую, так сказать, историю, то сам термин «собственность» появился, это известно, где-то в Германии, вот в Центральной Европе примерно в XIII веке, в России вообще лет 500 спустя, где-то в XVIII веке при Екатерине, а до этого и термина «собственность» не было, и говорили о некоем праве там на какое-то имущество, ну, на имущество, выражаясь современным языком, недвижимое, прежде всего, а какое это право, его, собственно, никто не квалифицировал. И с этой точки зрения можно сказать, что вообще-то право собственности было, так сказать, изначальным таким правовым институтом, из которого всё потом впоследствии и родилось. И обязательственные права от него, так сказать, отошли, поскольку речь шла о пользовании вещами, прежде всего, да, и вечные права от него отошли и так далее. Вот, поэтому, повторяю, право собственности, ну, если вот его так понимать, как мы понимаем, в общем, где-то было таким неким протоправом, из которого всё потом развелось. Но в очень древние времена, повторяю, или вот 12 таблиц в Риме, или раннее средневековье. Второе обстоятельство, о котором мы тоже поподробнее поговорим, что исторически сложилось так, что, в общем-то, право собственности по-разному понимается в разных правопорядках. Прежде всего, в европейском континентальном праве и в англо-американском праве. Мы уже немножко об этом говорили, ещё об этом поговорим. И третье, то, с чего по существу надо было бы начать, третье состоит в том, что право собственности, конечно, очень тесно связано с экономическими отношениями присвоения. И рассматривать его вне или без, помимо экономических отношений, невозможно. А с другой стороны, здесь есть большой очень риск впасть, так сказать, в политэкономию, в чистую, и уйти далеко за рамки права, и уж гражданского права во всяком случае. А этого мы тоже делать не должны, потому что, вообще-то, мы и дилетанты с вами, с точки зрения экономистов. Точно так же, как экономисты-дилетанты вправе, от них этого и не требуется, но и от нас не требуется экономика, и поэтому вот соблюсти вот этот баланс, то есть каким-то образом обратиться к экономическим отношениям, но не залезая в их суть, в их глубину, дело очень непростое. Но начать всё-таки я должен именно вот с этого третьего, так сказать, пункта, именно о соотношении права, собственности и самого понятия собственности. Потому что термин «собственность» у нас в последние годы приобрёл самое разнообразное значение и, как правило, не очень удачно. То вот под собственностью понимают иногда сами объекты этого права, вот там передать собственность, получить собственность. С моей точки зрения, это крайне неудачное наименование. Лучше уж говорить об имуществе, а ещё лучше о вещах, потому что всё-таки право собственности – это вечное право, и объектом его могут быть только вещи, притом индивидуально определённые, а не любые виды имущества. Значит, вот такое есть понимание собственности. Есть понимание собственности такое, что это вообще-то чисто юридическая категория. Ну вот у нас был такой очень интересный, кстати, экономист Шкредов. У него была книжка очень интересная, она двумя изданиями вышла. Последнее издание в 90-м году было, и он скончался в начале 90-х годов. «Право и экономика» там. Но посвящена она была, эта книжка «Отношениям собственности». Очень популярная книга. Он вообще по образованию был юрист, но занимался всю жизнь политэкономией. Это, кстати, часто бывает. Бывает и наоборот. Вот академик Венедиктов, автор крупнейшего вот этого труда «Государственная социалистическая собственность». Долгое время заведовал кафедрой гражданского права в Питере тогда, в Ленинграде. Ну тоже ведь по образованию экономист был на самом деле. Ну бывают такие перехлёсты. Так вот, Шкредов Владимир Петрович, он доказывал всю жизнь, что собственность есть категория чисто юридическая. А вот что экономисты занимаются не собственностью, а именно отношениями присвоения, производительными силами, производственными отношениями, вот этой всей механикой сложной. И это их дело, а собственность это дело только юристов. Правда, его никто не поддержал, но такое мнение было о том, что собственность юридическое отношение. Но я-то думаю, и большинство эту позицию разделяет, что всё-таки собственность есть категория экономическая, которую нужно отличать от права собственности. Вот право собственности – это категория, конечно, юридическая, а собственность есть категория экономическая. А вот что это за экономическая категория, в чём она состоит, как с ней, так сказать, юристы могут работать, вот это вот очень большой вопрос. И вопрос этот, как оказалось, не праздный, не абстрактно-теоретический. В конце 80-х годов, уже в самом конце 80-х годов, когда начались более-менее серьезные реформы, ну еще в Горбачевские времена, вот была брошена идея о том, что нам нужно все реформировать, и реформировать прежде всего отношения собственности, поскольку это основные базисные отношения, и для этого нам нужен закон о собственности. И вот готовили тогда закон о собственности сначала в Союзе, потом там в силу, значит, известных политических причин еще и в России. Ну вот мне довелось участвовать в составе и той, и другой рабочей группы. Кстати, вот Александр Львович там был тоже и в законе о собственности Союза, и в законе о собственности России. Была практически одна рабочая группа. Но вот сначала началась работа над законом о собственности Союза. Над российским законом мы непродолжительное время работали, там все было более-менее ясно к тому времени. А вот работа над законом о собственности Союза шла где-то, наверное, около двух лет. Потому что вот там как раз и начали выяснять для начала, что ж такое собственность. Потому что прежде чем готовить этот закон, надо было разобраться в каких-то базисных положениях. И вот в те времена, я это прекрасно помню, значит, для того, чтобы эти положения выяснить, Ну, тогда ЦК партией всем заведовал. Кстати, вот в соседнем здании, где сейчас главархив, там был социально-экономический отдел ЦК КПСС. Он этим вопросом занимался, все курировал. И вот они собрали совещание всех великих экономистов в ЦИМИ, Центральный экономико-математический институт на профсоюзном метро у нас. Вот. Собрали, значит, по указанию ЦК партии всех великих экономистов. Там и Абалкин, значит, и Попов, наш Гаврила Харитонович, и много-много всяких других, все академики, замечательно. И вот устроили конференцию на два дня по вопросу о том, что ж такое собственность. Ну, исходя из того, что если собственность экономическая категория, то вот пусть экономисты и расскажут, что же это такое. А мы тогда, юристы, это всё переведём на юридический язык и запишем закон. Оказалось, всё очень, на самом деле, нездорово, потому что два дня эта конференция была. Да, слушали мы, слушали. Ничего, в общем, сколько-нибудь вразумительного не услышали. О том, что собственность есть совокупность производственных отношений, или что собственность это отношение присвоения, это, в общем, мы все и так знали. Это во всех учебниках тогда было написано. Не только политэкономии, но и гражданского права. Но для закона это было маловато. Вопросов стояло очень много тогда. И сколько-нибудь внятного ответа, к сожалению, мы от экономистов на эти вопросы не услышали. Более того, по окончании этой конференции, значит, всё-таки Леонид Иванович Абалкин, тогда он возглавлял Институт экономики, Академии наук. Он собрал основную группу экономистов, человек семь или восемь, и нас нескольких юристов, вот там была очень хорошая женщина, покойная сейчас Зоя Михайловна Замингов, она представляла Институт государства и права, вот ваш покорный слуга там был. И вот сели у него в кабинете у Леонид Ивановича, и он сказал своим коллегам-экономистам, «Ну вот, коллеги, давайте, конференция прошла, нам всё-таки закон надо писать, вот замзавотделом ЦК партии при этом присутствовал, вот, так что будем писать-то о собственности? Давайте, высказывайтесь, и вот семь экономистов, там восемь мнений, как всегда. Это над юристами смеются, что когда два юриста, то три мнения, так у экономистов по этой части ещё хуже, на самом деле дело обстоит. И мы, в общем, очень быстро поняли, что никакой надежды на экономистов на самом деле нету. А даже более того, есть очень большая опасность, что своими очень туманными рассуждениями они только всё запутают нам. Вот, я когда-то ещё чуть раньше тех времён, ну, будучи помоложе, интересовался политэкономией, тоже думал там найти ответы на какие-то вопросы, вот, связанные с собственностью. Ну, более-менее там в литературе я ориентировался, но, в общем, честно говоря, был очень здорово разочарован, потому что была тогда, она, к сожалению, сейчас сохранилась ситуация вот такая, что юристы пытались что-то там у экономистов взять, что-то там поглядеть, и даже, к сожалению, занимались чисто экономическими проблемами. И довольно глубоко. В частности, вот и Анатолий Васильевич Внедиктов, я называл его фамилией, Сергей Никитич Братусь, выпустил очень хорошую книгу, она, собственно, классика и сейчас остаётся, предметы системы советского гражданского права 1963 года. Посмотрите её, кто не видел, очень рекомендую. Там о собственности несколько даже глав. И анализ там такой глубокий, что, уверяю вас, он и экономистом не снился, но только он гражданскому праву, если быть честно, принципиального отношения не имеет. Вот, очень глубоко залезли юристы в этот процесс присвоения, там и в производительные силы, в производственные отношения, и всё пытались там докопаться. Но это не дело юристов, строго говоря, у нас-то предмет исследования другой. Вот, к сожалению, так вот было, а экономисты со своей стороны на юристов, к сожалению, внимания не обращали никакого, и юридических работ не учитывали абсолютно. Результаты получились довольно плачевные, потому что у экономистов, между прочим, до сих пор господствует практически мнение о том, что вот, дескать, отношение собственности, это отношение владения, пользования и распоряжения каким-то имуществом, и они всерьёз говорят о том, что это есть экономические отношения владения, экономические отношения пользования, экономические отношения распоряжения, потому что они даже не представляют, что вот эта триада правомочий, она, во-первых, юридическая, конечно, никакая не экономическая, а, во-вторых, она свойственна только нашему российскому праву, нигде ни в каком другом правопорядке вы этой триады не встретите, мы ещё будем об этом говорить. Просто она на слуху, привилась всё, это уже много лет, идёт со времён Спиранского, вот, все привыкли, что собственность это владение, пользование и распоряжение, но вот экономисты так пишут, и до сих пор так и пишут, и до сих пор можете посмотреть. У них, если это не переводные американские учебники, по которым в 90-е годы наши экономисты стали учиться, а если это наши отечественные, то вы обязательно на эту триаду наткнётесь, и где на полном серьёзе доказывается, что это чисто экономические отношения. Хотя, на самом деле, это у нас, у юристов, позаимствовано, и это-то было ясно изначально, что никаких таких экономических отношений нету. Всё глупости. Это способ описания законодателем набора правомочий собственника, и не более того. Вот, такая беда, к сожалению, была у экономистов. У юристов, повторяю, беда была другая, ну, слишком идеологизировано тогда было право, и гражданское право в том числе, и наши учителя вынуждены были залезать вот в эту экономическую проблематику, которая им, строго говоря, и не была сильно нужна. Вот. А дальше дело пошло ещё интереснее, потому что при разработке вот этого первого, так сказать, закона о собственности союзного, в состав рабочей группы попало очень много экономистов, и возглавляли её первоначальные экономисты. Был один там депутат союзный Верховного Совета СССР, он на самом деле был завкафедрой политэкономии Донецкого госуниверситета. Бойко такой. Хороший, кстати, человек, надо отдать ему должное. Он, в общем, скоро успокоился и понял, что, по крайней мере, в вопросе оформления законодательства, конечно, экономистам особенно делать нечего. Но это стоило больших споров и нервов, потому что наслышались и наслушались мы тогда много самых диких просто вещей, когда, например, объектом собственности... Ну, тогда было модно делать ещё и параллельные законопроекты. И вот, значит, объектом собственности в одном из параллельных законопроектов, который тогда написал... Был такой комитет по законодательству, комитет по экологии и природным ресурсам Верховного Совета СССР. Там тоже собрались такие все реформаторы, демократически настроенные. Вот, так вот, они написали законопроект, значит, по которому объектом права собственности были не только природные ресурсы, но там жизнь и здоровье человека, его права и свободы, природные ландшафты, например, вот вид из окна. А, значит, Михаил Исаакович Брагинский тогда очень порадовался, говорит, как хорошо, теперь жизнь и здоровье, значит, объекты собственности заложить можно, например. Вот я, говорит, в отпуск поеду, заложу там, может, мне денег дадут под это дело. Понимаете, ну вот сейчас мы, конечно, смеёмся, но это было вообще очень грустно и стоило колоссальных нервов, потому что я помню вот эту публику. Люди вообще очень уважаемые сами по себе в этом комитете были, но не юристы. Экономисты, экологи, причём член-корреспондент, вот там Яблоков такой был, он до сих пор там болтается, по-моему, он больше политик, чем эколог. Солыков, ещё там несколько человек. Вот мы их просто спрашивали, ну как вот можно этот законопроект, надо же было отвечать, это был, так сказать, параллельный законопроект, альтернативный тогда, это было модно, надо было какой-то ответ на него давать. И вот мы говорили, ну как вот вы себе представляете, вот у вас написано, право собственности на атмосферный воздух. Вот, ну как можно быть собственником атмосферного воздуха? Между прочим, это попало тогда в целый ряд законов, тогда было очень модно бывшим союзным республикам, которые все теперь самостоятельные, принимать свои законы отдельные, которые, ну, нельзя было впрямую, так сказать, называть там, о самостоятельности и так далее, сделали очень хитрый, как им казалось, подход, они принимали законы о хозрасчёте. Вот был закон о хозрасчёте Эстонской республики, до сих пор у меня есть закон о хозрасчёте Латвийской республики, закон о хозрасчёте такой там республики, сякой республики. Вот открываешь закон о хозрасчёте Эстонской ССР, кстати, вот как сейчас помню, и там написано, вот в собственности Эстонской республики опять там атмосферный воздух, ну природные ресурсы её, ладно. И значит, мы им говорили, что у вас теперь частной собственности на землю никогда не будет? Они говорили, как? А как, у вас же написано, что только Эстония собственник. Но вот люди, когда пишут, экономисты, юристов, к сожалению, в Эстонии сейчас немного, и тогда их не было почти серьёзных, описали экономисты и политики. Вот у них в головах какие-то идеи бродят, очень странные нередко. И когда они эти идеи пытаются на бумагу воплощать, получается уж, извините, я прямо скажу, глупость. Ничего кроме глупости вы там всё равно не прочтёте. Говорю, ну как же, вот вы боретесь за частную собственность, а у вас только Эстония собственник всего. Вы, наверное, спутали территориальный суверенитет и право собственности. Это же разные понятия. Ну да, говорили, да. Говорю, ну вот как вот вы себя тоже объявили собственником атмосферного воздуха, вот мы с ними беседовали. Ну что, вот там из Ленинградской области туча какая-нибудь придёт к вам, вы её отгонять будете или наоборот захватите, а Ленинградская область будет в индикационный иск предъявлять, да. Ну чушь ведь неизбежная. И вот с этими же беседовали с нашим комитетом уже Верховного Совета СССР по экологии. Говорю, вот у вас право собственности на атмосферный воздух в вашем законопроекте. Ну вот как вы это себе представляете и главное зачем оно? Вот я своими ушами слышал, вы не поверите, вот этот вот Яблоков, Алексей Васильевич, по-моему, он депутатом был потом в российском парламенте и сейчас вечно где-то трётся там около политиков. Ну нравится ему это дело. Он говорит, как, мы будем, значит, нас вот какая проблема, будем наказывать за кражу воздуха. Говорю, это как? А вот да, а вот вы не представляете себе, говорит, в Магнитогорском металлургическом комбинате, там нужен по технологическому процессу плавки стали, нужно сжатый воздух подавать. И вот когда его не хватает или там опаздывают с поставкой сжатого воздуха, они что сделали? Они, значит, проложили якобы какую-то трубу в городской парк и по этой трубе отсасывают воздух туда. Вот. И мы их будем, говорит, за это наказывать. За что? За кражу воздуха, раз есть собственность на воздух. Будем за кражу воздуха карать. Вы понимаете, что это абсурд? Он говорит, нет, не понимаю. И вообще я вам не верю. Вот был покойный Станислав Антонович Хохлов, я помню, я, значит, он говорит, я вам не верю, вы все ставленники аппарата партийного. А кому вы верите? А верю одному Олегу Степановичу Колбасову. Был такой очень интересный ученый, он эколог, в Институте государства и права работал, тоже член-корреспондент Российской Академии Наук. Хороший человек, но эколог, в общем, сами понимаете, специалист по земельному праву. Вот, я, говорит, верю только одному Олегу Степановичу Колбасову, вам я не верю. Ну, давайте Олега Степановича пригласим. Приходит Олег Степанович, он сходу этот яблок спрашивает. Олег, они на ты были. Право собственности на воздух может быть? Мы так пригнулись, он, говорит, подумал, да нет, наверное, нет. Тогда яблоко вздохнул, говорит, ладно, бог с вами, пусть не будет права собственности на воздух, пусть будет только права собственности на кислород и азот, которые в этом воздухе. Остальное пусть будет ничейным. Вот это был результат, наверное, полдня мы убили. Вот на таком вот уровне, понимаете. Вот сейчас это смешно. Вот мы, когда вам рассказываем вот эти, казалось бы, прописные истины, что объект, там, право, собственность, может быть, только индивидуально определенная вещь, вы не представляете, насколько эти вот истины, кажущиеся вам прописными, тяжело пробивать вот в общественном сознании таких вот людей. И депутатов, и людей, вот этих ученых, вроде бы образованных людей, но только не в своей области, а вот не в области права. То есть наслушались мы, конечно, совершенно там диких вещей, вот, и все это было и грустно, и смешно, но закон-то делать надо было, понимаете, преодолевая ведь эти вещи. А чтобы его делать, в общем, нужно было все-таки понимать, что такое собственность, что мы, собственно, хотим-то. И в результате вот сложилось то, что я вот всегда и вынужден вот вам объяснять, что, в общем, мы в этой рабочей группе, вот тут был Станислав Антонович Хохлов, покойный Динус Нуриманович Софиулин, ну, это Александр Львович был, там, Михаил Исаакч Брагинский, еще несколько человек. Мы, в общем, вынуждены были в результате собственных каких-то споров и дискуссий, ну, создать некую свою концепцию отношений собственности, пригодную для того, чтобы ее потом воплотить в законодательстве. Мы прекрасно понимали, что речь идет, конечно, не об экономической концепции, что экономисты могут там камня на камне от нее не оставить, что юридически, ну, можно спорить, извините, о ее содержании, но некое понимание того, что мы потом в закон должны внести, у нас все-таки сложилось. И вот то, что я вам дальше сейчас буду рассказывать о собственности как экономическом отношении, в общем, это наши взгляды вот той рабочей группы сложились. И самое интересное состоит в том, что сколько потом я, например, эти взгляды не высказывал и где-то там о них не писал или не говорил, ничего более серьезного я, честно говоря, не встретил. Критики это, пожалуйста, но вот позитивного ничего пока не встретил, ни у экономистов, ни у юристов. Увы, поэтому и вам придется довольствоваться этим. Вот, ну, создадите вы что-то свое новое, исполать вам, как говорится. Мы вот додумались до этого, и, как говорил классик, и лучше выдумать не смог. Вот и мы лучше выдумать не смогли. Значит, все-таки собственность как экономическое отношение. Что она собой представляет? Вопрос не просто сложный, им ведь на самом деле действительно многие юристы занимались. Я подчеркиваю еще раз, юридическую сторону дела имеем в виду, потому что нам эти экономические отношения важны лишь постольку, поскольку они являются предметом правового регулирования, поскольку они некую правовую форму приобретают. Мне, кстати, не обязательно гражданско-правовую, но во многих случаях гражданско-правовую. В экономическое содержание я даже и не лезу. Вот там ни в базис, ни в надстройку, ни в производительные силы, ни в производственные отношения. Это не наше дело, это дело политэкономии. В этом плане экономическими отношениями собственности, повторяю, занимались многие. И вот если смотреть на дело исторически, то нетрудно убедиться, что в дореволюционной нашей литературе, цивилистической, господствовал взгляд на отношение собственности как на отношение лица к вещи. Это традиционный подход старый, что право собственности – это по существу непосредственное хозяйственное господство над вещью, причем очень широкое, по сути безграничное. Ну, границы были какие-то, они и в римском праве были, но даже содержание этих отношений римское частное право ведь не определяло. Там не было никакого исчерпывающего набора правомочий собственника. Его потом придумали уже в средние века. Значит, вот отношение лица к вещи, состоящее в непосредственном господстве лица над вещью. Но это нас не очень удовлетворяло. По каким причинам? Во-первых, уже в социалистические времена, а если быть точным, то на самом деле уже в начале 20 века, еще у нас даже до Октябрьской революции, в общем, передовые тогда юристы и экономисты пришли к выводу о том, что, конечно, отношения собственности экономические не исчерпывают соотношением лица к вещи. А во-вторых, в общем, уже тогда начинали понимать самые передовые люди, что речь идет не только о вещах. Юридически, да, поскольку право собственности – разновидность вещного права, поскольку объектом его, как я уже сказал, могут быть только вещи, причем индивидуально определенные. Ну, для римского права, для средневекового даже права это годилось. А вот в буржуазные времена ведь начал развиваться уже оборот интеллектуальных продуктов, результатов интеллектуального творчества. Не сразу, не быстро. Но конец 19-го, начало 20-го века уже ознаменовались появлением так называемой тогда музыкальной собственности, литературной собственности вот этих вот объектов. Экономически, в общем, это тоже отношения собственности. Как их юридически оформлять – это вопрос другой. Но уже было понятно, не всем, далеко не всем, но кое-кому уже было понятно и тогда, что речь не может идти только о вещах. Понимаете? Значит, что касается того, что собственность не сводится к отношению лица к вещи. Ну, понятно, между прочим, было задолго до советских времён, когда нас всех стали учить, что не может быть вообще никакого отношения лица к вещи, а может быть только отношения между людьми по поводу вещей. Вот, что между людьми по поводу вещей было понятно и раньше. И в результате уже перед Октябрьской революцией, на самом деле, в начале 20-го века, в литературе нашей отечественной, гражданскоправовой, начал складываться взгляд о том, и я думаю, в общем-то, правильный этот взгляд, что экономические отношения собственности – это отношения, так сказать, двухуровневые. Подчёркиваю, экономические, то есть фактические, не юридические отношения собственности. С одной стороны, это отношение лица к вещи, ну, если не вещь, то будем говорить в более широком плане – имущество. Или, как выражаются экономисты, материальные и нематериальные блага, и так можно сказать. Вот отношение лица к вещи, к имуществу, к нематериальным и материальным благам, оно обязательно есть. Без этого никакой собственности не получится. Потому что, я сейчас чуть позже скажу, но, в принципе-то, это отношение, если оно отношение собственности, состоит в том, что кто-то эти блага присваивает, кому-то они свои, а всем остальным они чужие. Что собственность – это и у Маркса, кстати, было написано, и не только у Маркса. Что собственность – это, в общем-то, отношение присвоения, принадлежности, присвоенности, ну, вещей или другого имущества, или, если угодно, каких-то благ, материальных и нематериальных. Принадлежность, присвоенность имущества. И другая сторона, вот эти отношения, отношения лица к вещи, они есть на самом деле. Потому что, в общем, всякий нормальный человек, ну, вот простой самый пример, всякий обычный человек к своей вещи, между прочим, относится почему-то иначе, чем к вещи к чужой. К вещи даже своего соседа. Возьмите, в пример, книгу свою и книгу библиотечную. Вот что вы делаете с библиотечными книгами, и что со своими любимыми, даже если вы их даете читать друзьям, и то, я думаю, не всегда. Вот друга можно и за горло взять, если он книжку там почеркает, или страницу вырвет. А с библиотечной, ты, горя на синим пламенем, ничего не случится, да? Вот, и примеров тому можно много привести. И вот это свидетельство того, что по-разному люди относятся к вещам там, к своим и к чужим. По-разному, увы. Вот старались мы 70 лет или 80 лет привить такое отношение, чтобы к общественной или государственной собственности человек относился как к своей, или даже лучше, чем к своей. Но, увы, ничего этого не получилось. Вот. Уж почему, не знаю. Могу только догадываться. Но, во всяком случае, отношение лица к вещи есть. И сбрасывать её со счетов не надо. И вот эти отношения получили тогда в теории название вещественной стороны отношений собственности. Вещественная сторона отношений собственности. Но, безусловно, есть и другая общественная сторона отношений собственности. Это как раз отношение между лицами по поводу присвоенного имущества, вещей там, или благ материальных, или нематериальных. Вот эта общественная или социальная сторона отношений собственности состоит в том, что если какие-то блага некто присвоил, то все остальные не должны этими благами пользоваться без его соизволения. Он может любого отстранить, а может разрешить пользование. Это уж как ему понравится, поскольку он присвоил. И никто не должен ему мешать в использовании своего имущества или своих благ. Поэтому, безусловно, есть и общественная сторона отношений собственности. У нас просто на протяжении нашего развития соотношение этих сторон менялось. Если до революции на первом месте всегда стояли вот эти вещественные отношения собственности, всегда подчеркивалось, скажем, в учебниках по гражданскому праву, что собственность есть отношение лица к вещи. Это было просто объяснить, это доходчиво, на бытовом уровне четко воспринималось. То в советское время мы наоборот сказали, как это отношение лица к вещи. Только отношение между людьми по поводу вещей. Что тоже, в общем, неправильно, не совсем правильно. На самом деле, вот есть обе эти стороны, и они в некоем взаимодействии находятся. Вот чуть было не сказал старорежимным языком, в диалектическом взаимодействии. Но вовремя уберегся. Значит, в некоем взаимодействии они находятся. И для права, в том числе для гражданского права, важны обе эти стороны. И вот это вещественная сторона отношений собственности. Потому что право говорит, что человек может делать с имуществом, которое он присвоил. А он может делать, как это очень скоро поняли, далеко не все. Несмотря на то, что это очень широкие отношения, и отношения собственно создают очень широкие возможности. Но они не безграничны. Если это мое имущество, я могу с ним, в общем, делать многое. Не только использовать по назначению. Выбросить могу, уничтожить могу. А вот, допустим, драться им я не могу. Потому что это уже будет орудие преступления. Значит, вот есть некие пределы. Вот было очень любопытное дело в свое время, в 60-е годы. Оно было опубликовано в одном из бюллетеней Верховного Суда Российской Федерации. Очень забавное, но поучительное. Значит, там в некой семье, ну, не сложились отношения между мужем и женой. Долго там были всякие споры и так далее. Ну, в один прекрасный день муж, значит, пришел там в соответствующем состоянии, учинил очередной скандал, порубил там топором мебель, а потом взял и дом поджег, значит. Вот. И его начали судить, помимо всего прочего, там за хулиганство и за уничтожение имущества. Вот. И адвокат его утверждал, что в этой части дело надо прекращать, потому что как же можно судить за уничтожение своего собственного имущества. А адвокату сказали, это не только его собственное имущество. Значит, там имущество жены. Кроме того, поджег дома, он мог перекинуться, и почти что мог перекинуться этот пожар на имущество соседей. Значит, вот если бы он свое личное имущество уничтожил и сжег бы даже, то и это на здоровье. В этом ему препятствовать нельзя. А чужое имущество нельзя затрагивать. Вот этот пример показывает, что не безграничны возможности воздействия даже собственника на вещи. Есть границы. Вот и право, когда говорит, что можно делать, а чего нельзя, оно регулирует вот эту сторону отношения лица к вещи. Причем, на самом деле, вот наш, особенно советский период развития, очень четко показывает важность этого отношения. Потому что в советские времена, мы еще об этом поговорим, когда были так называемые формы собственности, ведь вот говорилось, что, допустим, собственнику принадлежит одинаковый набор правомочий, вот те самые владения, пользования и распоряжения. Но на самом деле, государство, как собственник, имело одни возможности, очень широкие, по использованию своего имущества. И могло там юридические лица учреждать, и там внешнеэкономическую деятельность осуществлять, и много чего могло. И граждане, которые формально тоже были собственниками имущества, и, в общем, эту триаду имели, но даже в силу закона могли делать, во-первых, они имели в собственности не любое имущество, а только имущество строго потребительского назначения, а средства производства нельзя было в собственности лично иметь, а во-вторых, даже это имущество нельзя было использовать как угодно, а только для удовлетворения своих потребностей. Если ты на личном автомобиле начинал пассажиров возить, это не просто был частный извоз, это было использование имущества в противоречии с его назначением, и влекло очень серьезные последствия, вплоть до конфискации такого имущества в доход государства, отказ в охране права, право собственности на такое имущество. Значит, вот закон тогда очень четко регулировал отношение лица к вещи, хотя мы говорили, что это вообще не предмет правового регулирования, а на самом деле говорили, вот ты государство собственник, вот ты это можешь со своим имуществом делать, практически почти все. Ты юридическое лицо собственник, вот это можешь делать, а вот ты гражданин, тоже можешь делать, но только очень немногое со своим имуществом. Вот отношение лица к вещи. И отношение между людьми по поводу вещей тоже право оформляет, В виде вот этих возможностей защиты собственности, обязанности всех третьих лиц воздерживаться от посягательств на это состояние принадлежности или присвоенности различных благ. То есть, когда мы говорим о собственности как об абсолютных отношениях, то это, конечно, имеется в виду общественная сторона отношений собственности, но она не единственная. И право, повторяю, оформляет обе стороны. Вещественную сторону отношений собственности оформляет с помощью предоставления собственнику определенного набора правомочий, определенные меры юридической власти, а общественные отношения собственности оформляются вот как абсолютное некое право. Теперь содержание самих вот этих экономических или фактических отношений собственности. Ну вот я уже сказал, что первый признак, который характеризует эти отношения, он заключается в том, что это отношение присвоения, принадлежности. Раньше говорили вещей, теперь мы, наверное, скажем не только вещей, но и результатов интеллектуального творчества и других объектов благ. Так, вот, значит, это отношение присвоения, присвоения. В этом смысле в своё время вот покойный Денус Нуриманович Софиулин очень правильно говорил, что, в общем-то, всякая собственность частная. Частная в том смысле, что всегда есть собственник. Если нет субъекта присвоения, то и никакой собственности нет. В этом смысле и государственная даже собственность частная, вот странно звучит, да? А частная в том смысле, что у неё есть субъект государства, и что это принадлежность имущества именно государству, а не его гражданам, например, и не иностранцам. Значит, есть чёткий собственник, субъект присвоения. Видите, и в этом смысле вот всякая собственность частная. Присвоение имеет всегда оборотную сторону отчуждения, об этом не надо забывать. То, что кем-то присвоено, конкретным собственникам, то для всех остальных стало чужое. Ну, вроде бы вот тоже нехитрая мысль, тем не менее усваивалась с большим трудом. Чужое, чужое для других, это значит, они не могут ничем воспользоваться. Это значит, вот всякая демагогия насчёт того, что там вот трудящиеся, отчуждены от средств производства, тогда говорили, или ещё что-то такое, вот всё надо отдать там природные ресурсы в общенародное достояние. Это всё демагогия. Если все будут собственниками всего, тогда это на самом деле будет означать, что никто не является собственником ничего. Не будет присвоения. Присвоение – это вот моё, а это значит чужое. Вот это вот надо понимать. Это первое, что касается характеристики экономических отношений собственности. Второе состоит в том, что собственники, вот те, кто присвоил какие-то блага, осуществляют над ними экономическое или хозяйственное господство. Экономическое или хозяйственное господство. Экономическое или хозяйственное господство, хозяйственное господство над вещью, и у Маркса даже можно встретить эти слова, состоит в том, что именно вот эти субъекты присвоения определяют, что с этим благом делать. Пускать его в имущественный оборот, использовать, хранить, уничтожить в конце концов. Это дело субъекта присвоения. Он – реальный хозяин, и он определяет, что с этим имуществом делать. Если определяет не он, значит, речь не идёт об отношениях собственности. Это тоже в те времена у нас было очень важно. В какой-то мере это важно и сейчас, потому что до сих пор бродят всякие идеи насчёт того, что вот есть какой-то хозяин. Вот у нас был даже в 1989 году принят закон о трудовых коллективах государственных предприятий и учреждений, по которому трудовые коллективы, особенно на государственных предприятиях, были объявлены хозяевами. И кто такой хозяин? И что это значит? Вот такой был интересный хозяин, что это означало, что большую часть дохода или весь доход, если таковой вообще-то ещё имел место, но большую часть дохода или весь доход хозяин распределял сам. Потому что уже в те времена отпало деление имущества государственного предприятия на различные фонды. Можно было всё забрать, например, в фонды экономического стимулирования. Вот, значит, вот хозяин сам решал. А вот насчёт того, а как дальше, за счёт чего предприятие будет развиваться, за счёт чего приобретать новое оборудование, осуществлять там ремонт необходимый и так далее. Вот это обстоятельство такого хозяина меньше всего волновало. Тогда ещё говорили, ну, ничего, государство денег даст. Вот странный был хозяин, имущество ему с неба упало. Ведь он же ни одной копейки в это имущество не вкладывал. Ни за что он не отвечал. О банкротстве тогда и речи не было. Разориться было нельзя. Зарплату платили аккуратно, два раза в месяц. И если тогда зарплату не заплатят, то директор рисковал очень серьёзно. Такого вот, чтобы, как сейчас, по полгода и по году зарплаты не платить. В социалистические времена не было. Но вместе с тем, значит, этот хозяин, таким образом странный, имел интерес только один. Как можно больше заработать и проесть. Вот, и в производство ничего не вкладывать. Его это не волновало. Согласитесь, это очень странный хозяин. Вот, это, конечно, не собственник. Конечно, не собственник. Собственник это тот, кто не просто распоряжается всем, как хозяин, и решает, что с имуществом делать. Есть ещё одна очень важная сторона отношений собственности. Это вот третий, так сказать, признак. Собственник, конечно, несёт приятное благо обладания каким-то имуществом. Приятно чувствовать себя собственником. Вот как в старом стихотворении Маршака, там был мистер Твистер, бывший министр, владелец заводов, газет, пароходов. Ну, приятно, конечно, быть владельцем заводов, газет, пароходов. Мы олигархов сейчас ругаем, но думаю, что большинство-то в душе полагает, что, конечно, они все паразиты. И их бы там удавить бы на первом суку. Но вот если бы я был бы олигархом, тогда бы он, наверное, не был бы паразитом. Вот, обидно ведь, почему вот он-то олигарх, а не я. Вот ведь что обидно. Значит, так вот, повторяю, собственность – это, конечно, приятное благо обладания чем-то, но оно соединено с неприятной частью, с бременем несения собственности. Бремя собственности. Бремя. Вот эту сторону дела тоже Динус Нуриманович Софиуллин очень удачно всё время подметил, и мы даже внесли её в закон о собственности, потом она потихоньку эта формула перекочевала и в действующий гражданский кодекс. Собственник бремя несёт. Вот на примере этого так называемого хозяина, трудового коллектива, мы увидели, что если этот хозяин ни о чём не думает на самом деле, о будущем, не заботится, полагаясь на то, что государство поможет, то он никакой не хозяин. Если он настоящий хозяин, то это значит, что ему никто не поможет. Он должен сам рассчитывать свои силы, своё имущество, что с ним делать, и вот только такая ситуация делает из него настоящего хозяина, расчётливого коммерсанта и так далее. То есть он должен нести бремя. Бремя это состоит в необходимости для любого собственника. Осуществлять расходы определённые и прилагать усилия по содержанию своего имущества, по его охране, ремонту, да? Ну и по совершению других действий. Если он с этим имуществом выйдет в оборот и совершит неудачные сделки, то идти разориться может. Ну вот приятно построить большую, хорошую дачу за городом, да? Но если там не жить постоянно, возникает вопрос, кто эту дачу будет охранять? Ему надо за это платить, надо ремонтировать, надо там бывать периодически. О-о-о-о! Вот набирается это самое бремя собственности. И тогда вот я даже знаю очень состоятельных некоторых людей, в том числе и работников банковской сферы, которые говорят, да не нужна мне эта дача, я за свои деньги приеду в любой санаторий, самый лучший, тут же заплачу, мне всегда найдут прекрасный номер, у меня никаких забот не будет. Вот, а что там охранять эту дачу, да сгорит она ещё, да жулики какие-нибудь залезут. Да не надо мне это сто лет, ну не хочет человек нести бремя собственности, это его право. Из этого, между прочим, и вытекает, что собственниками крупного какого-то имущества далеко не все ведь могут быть, потому что далеко не всем по силам нести вот это самое бремя собственности. Вот таким образом экономические отношения собственности характеризуются вот этими тремя признаками. Это отношения присвоения, присвоенности, принадлежности какого-то имущества или каких-то благ, которые предоставляют своему субъекту возможность осуществлять над этими благами хозяйственное господство, самому решать, что с ними делать, но это господство обязательно соединено с необходимостью нести бремя собственности. Бремя. Вот только совокупность всех этих признаков и даёт нам некое представление об экономических отношениях собственности. А дальше мы не должны забывать, что эти экономические отношения собственности опосредуют ведь не только принадлежность вещей, как это было ещё в XIX веке. Тут ведь речь может идти и о принадлежности результатов интеллектуального творчества. И сейчас мы уже с вами понимаем, что на самом деле, как бы к этому не относиться, но некие имущественные права тоже в общем составная часть имущества. Ну что такое вклад в банки? Это право требования клиента к банку. А мы же говорим наследование вклада, раздел вклада между супругами допустим. Что объектом-то является? Ну право, конечно право. Бездокументарные так называемые ценные бумаги. Ну конечно это право требования определённого вида. Вот. Значит они же тоже могут бы находиться в состоянии принадлежности. Нынешний имущественный оборот, оборот, это совсем не тот оборот, который был 100 лет тому назад, даже 50 лет тому назад. Бездокументарные ценные бумаги только с 80-х годов прошлого века начали развиваться. Значит и мы должны учитывать это в определении отношений собственности. А из этого следует, что вот эти экономические отношения собственности, то есть принадлежности, присвоенности определённых благ, они конечно не сводятся только к отношениям принадлежности вещей, физически осязаемых. И соответственно они не могут регулироваться только правом собственности. Вот это то, что мы очень упорно и долго пытались доказать экономистам, потому что в представлении и сейчас и экономистов, и политиков многих, и вообще не сведущих людей, экономические, фактические отношения собственности юридически оформляются с их точки зрения только с помощью права собственности. А это глубокое заблуждение. Так действительно было вот во времена законов 12 таблиц, в раннее средневековье, это правда. Но в своё время ещё Иосиф Алексеевич Покровский вот в этой работе «Основные проблемы гражданского права» прекрасно сказал, что одним только правом собственности мог ограничиться самый примитивный экономический быт. Развитый оборот невозможен только при наличии одного права собственности. И эти экономические отношения собственности оформляются и правом собственности, и другими вещными правами, и обязательственными правами, и исключительными правами, или вот как мы сейчас говорим интеллектуальными правами, и если угодно и корпоративными правами. То есть весь набор гражданских прав. Кстати сказать эту мысль высказывал в своё время ещё и Анатолий Васильевич Венедиктов в замечательной своей работе «Государственная социалистическая собственность», которую всё-таки, надеюсь, хоть кто-нибудь из вас да посмотрит. И Анатолий Васильевич Венедиктов, который очень глубоко отношения собственности исследовал, говорил, что юридически, а нам-то и эта сторона важна, эти отношения оформляются отнюдь не только с помощью права собственности. По существу весь гражданско-правовой инструментарий здесь работает. Более того, эти отношения оформляются не только с помощью гражданского права. Они ведь оформляются и с помощью других отраслей права, ну, наверное, да практически всех. Даже уголовное право, оно же защищает эти отношения. Семейное право, ну, любое возьмите, административное право, там, налоговое, финансовое. Все так или иначе с отношениями собственности связаны. То есть регулирование здесь правовое, не только гражданско-правовое. Это важно потому, что, забегая вперед, можно сказать сразу, что институт права собственности, он не только гражданско-правовой, он комплексный, потому что многие отрасли права участвуют в его формировании. Но вот что для нас здесь важно запомнить, вывод, так сказать, юридический, что эти экономические и фактические отношения собственности оформляются не только с помощью права собственности, но и с помощью ряда других институтов. Есть еще несколько очень важных, так сказать, рассуждений по этому поводу, и они еще вот ведь в чем состоят. Значит, вот эти экономические отношения собственности, как я их себе представляю, как их представляют себе мои коллеги, вот то, что я вам рассказал, у экономистов может быть другой взгляд, бога ради, но мы вот на этих взглядах основывали и законодательство, и законы о собственности, а потом основы гражданского законодательства, и даже гражданский кодекс. Вот эти экономические отношения собственности, они ведь очень интересные. Когда они появляются? Вот тоже это для нас важный вопрос. У нас когда-то раньше учили, что вот есть пять типов собственности в советские времена, первобытно-общинные, рыбовладельческие, феодальные, капиталистические, социалистические. Ну, бог с ними еще показ, капиталистические и социалистические. Вот насчет первобытно-общинной собственности очень есть большие сомнения. Потому что, ну, безусловно, какие-то там, какая-то принадлежность материальных благ, наверное, была в этом первобытно-общинном обществе, хотя толком этого никто не знает. Но если даже верить нашим источникам, то, что было до этого, историкам, экономистам, то, в общем-то, в первобытном обществе царило некое первобытное равенство. И если они там, грубо говоря, всем племенем поймали какого-нибудь мамонта и убили, то, в общем, все были сытые. А если никто не поймал, то все были голодные, и в этом смысле все были равные. И было, в общем-то, неважно, кто собственник этого мамонта. И это обстоятельство проявлялось и впоследствии, когда, ну, вот как описывали экономисты наши и политики, самым примитивным, если образом взять, то, если, например, какой-нибудь там землепашец вспахал землю, да, засеял ее, потом снял урожай, кто собственник урожая? Ну, понятно, что он. Тут и вопроса не возникало никакого. Как выражался один классик марксизма, вот Энгельс, этот урожай принадлежал ему по самому существу дела. Точно так же, если там гончар изваял гончарный круг из своей глины, и круг его, и труд его, ну, кто собственник этого кувшина? Ну, понятное дело, что сам гончар, вопрос никого не было, вопрос был чисто абстрактный. Конкретное, вот реальное, практическое значение, вопрос о том, кто собственник, приобрел только тогда, когда появился экономический обмен. Когда землепашец со своим зерном или гончар со своим кувшином вышли на рынок для обмена. Почему здесь этот вопрос стал важен? А потому что в отношениях обмена, и вот мне бы хотелось, чтобы вы это поняли, это очень важно и сейчас, собственники должны участвовать, только они. Они потому что осуществляют хозяйственное господство, они определяют, что делать, что не делать. Если в отношениях не собственник каким-то образом вклинился, то это всегда очень опасно. И я не знаю, не придет ли настоящий собственник, и не оспорит ли потом вот эти действия по обмену, сделку выражаясь юридическим языком. Понимаете, собственники должны быть. Мы этому пример видим сейчас, ну очень отчетливый. Вот это мы в советские времена включили в оборот такие, в общем, мягко говоря, странные субъекты, как предприятия и учреждения, которые на самом деле объектами должны быть. Но мы еще об этом будем с вами беседовать. И дали им очень странные права, которых ни в каком правопорядке нет. Право оперативного управления сначала, а потом теперь вот оно хозяйственное ведение. Я еще подробно вам об этой истории расскажу. Вот. Так ведь вот эти вот очень странные фигуры, которые у нас до сих пор в обороте сохраняются, и до сих пор очень резко корежат все наши юридические постулаты, ну самый простой из которых никто не может передать другому праву, больше прав, чем имеет сам. А у нас может сколько угодно, и очень давно может предприятие не собственник продаст свою продукцию частному собственнику, и возникнет право частной собственности. Хотя у отчуждателя не то, что права собственности не было, а было только какое-то странное ограниченное право. Но дело даже не в этом. А дело в том, что вот это унитарное предприятие, оно ведь не рыночный объект, не рыночный субъект, мы будем еще об этом говорить. И вот у него ведь какое тогда поползновение, либо все раздать в частную собственность, это было, либо сейчас наоборот, начали охранять мы государственное имущество снова после 90-х годов, от того, что в свое время, в 30-е еще годы называлось разбазариванием, приняли специальный закон об унитарных предприятиях, так теперь крайность другая. Теперь собственник унитарного предприятия, ведь по сути любую сделку, заключенную унитарным предприятием, может оспорить под предлогом того, что она будет мешать ему выполнять этому предприятию основные функции. Там вот такая вот каучуковая формулировка сидит, и вот получается, что контрагент заключил некий договор, допустим, по приобретению имущества, продукции этого унитарного предприятия, а собственник спустя некоторое время в пределах срока исковой давности возьмет, да и оспорит эту сделку. И хорошенькое дело, вот как я с таким контрагентом могу иметь дело. Вот и возвращаясь снова к тому, о чем я говорил, в обороте в имущественном собственники должны быть, собственники. Субъекты ограниченных вечных прав это замечательно, но это ведь тоже собственники, у которых помимо их права собственности на имущество, есть еще возможность использовать имущество другого лица с помощью этих ограниченных вечных прав. А вот такого, чтобы у лица было только ограниченное вечное право и ничего своего, вот у государственного предприятия, у муниципального и у учреждения, ничего своего нету, ни одной скрепки. Все это собственность учредителя. Вот такой странной фигуры нету ни в каком нормальном правопорядке, и быть ведь не может. Это очень странная ситуация, когда ничего своего нету вообще по определению. И все, что приобретет, тоже будет собственностью учредителя. Такого субъекта не должно бы быть по-хорошему в гражданском праве. Он есть у нас, и он долго еще будет, это другой вопрос, и мы будем об этом говорить. Это вопрос особенности нашего правопорядка. Но по классике этого, конечно, быть не должно. Так вот опять говорю, что собственности, вопрос о собственности возник тогда, когда появились экономические отношения обмена. Когда два или более собственников стали обмениваться принадлежащими им материальными благами, вещами, чем угодно. Вот тогда этот вопрос получил значение практическое. А вот этот экономический обмен, во-первых, он возник не сразу. Конечно, при первобытном общинном строе никакого экономического обмена не было. Во-вторых, этот самый экономический обмен имеет очень нехорошее следствие. С одной стороны, без него невозможно никакая цивилизация, но по крайней мере из тех, что мы знаем. Начиная от рабовладения и кончая, хотите социализмом, хотите капитализмом, чем хотите, все равно обмен есть экономический. Вот, ничего другого пока человечество не придумало. Значит, но он имеет, повторяю, одно очень неприятное следствие. Он имеет обязательным следствием, объективным, имущественное неравенство. Никуда от этого не деться, никогда от этого имущественного неравенства. Это очень противно и очень неприятно, когда у твоего ближнего больше имущества, чем у тебя, но это объективный факт, с которым надо считаться. Более того, к сожалению, это экономическое неравенство имеет еще и то свойство, что вот людей много имущих, тех, у кого много, их всегда в количественном отношении гораздо меньше, чем тех, у кого мало имущества, мало имущих. Вот ничего вы с этим не поделаете, это экономическая закономерность. Увы, но даже при социализме так было. А ведь когда много имущих мало, а мало имущих много, кушать-то все хотят одинаково. К сожалению, вот человек устроен так. Ну, есть отдельные люди, энтузиасты, которые могут ничего не есть, а питаться акридами, сухими кузнечиками, их потом в святые записывают, но таких очень мало. Очень мало. Ну, это известно из истории, уходили люди там в пустынь, бог весь чем питались. Ну, это единицы. Реально они, конечно, картину человеческого бытия определить не могут. Вот. А когда этих мало имущих становится очень много, и у них ничего нет, а кушать-то они хотят, они непременно будут покушаться, конечно, на имущество тех, у кого его много. И никакая ни мораль, ни религия, ни нравственность их не остановит, потому что голод не тетка. В физиологии она сильнее и морали, и религии, и нравственности. Это тоже опыт человечества давно показал. И остановить может его... А если их не остановить, то все расхватают, и будет вот былоомно-сконтромно-свойна всех против всех. Ну, в русском языке другое слово употребляют, я его употреблять не хочу, потому что это неправильная, вообще говоря, ситуация. Вот. То есть вот все перемешается, и никакой собственности не будет, и никакого обмена не будет. Вот так вот тут все завязано, интересно. Поэтому надо охранять эти экономические отношения присвоения или принадлежности материальных благ. Охранять принудительно, с помощью силы, палки, копья, там, пулемета, чего угодно. Вот. И значит появляется необходимость в государстве, как нас с вами учили, и подозреваю, что правильно учили, и право. Но с точки зрения той темы, о которой мы с вами говорим, это важно вот почему. Это важно потому, что, оказывается, экономические отношения присвоения, собственности, да, появляющиеся и развивающиеся в условиях, только в условиях экономического обмена, товара, обмена, они не чисто экономические, они без права немыслимые. Если их не охранять принудительно, с помощью принудительно соблюдаемых правовых норм, ничего не останется. И значит это отношения экономико-правовые. Экономико-правовые. Право здесь выполняет роль, так сказать, скорлупы в яйце, да. Но понятно, что скорлупу никто не ест, но тем не менее, если скорлупу убрать, то яйцо растечется без форменной массы, и поймать его будет сложно, если оно не над сковородкой растеклось. Вот. И поэтому без права здесь ничего невозможно. И поэтому, повторяю, отношения собственности есть экономико-правовые отношения. В этом смысле, между прочим, Шкредов был не так уж не прав в своё время, когда говорил о том, что собственность правовое явление. Потому что все сколько-нибудь реальные отношения собственности, если не брать вот эти абстрактные отношения первобытно-общинные, о которых на самом деле толком никто ничего и не знает, все они были связаны именно с определённой правовой охраной. Значит, вот экономические отношения собственности без правового оформления немыслимы. Вот другой вопрос, как они должны оформляться в правовом смысле, это вопрос и о праве собственности, и о других имущественных правах. Но мы с вами уже сказали, что эти отношения оформляются не только гражданским правом, а если они оформляются даже и гражданским правом, то не только правом собственности, а и целым рядом других институтов. И еще один очень важный вопрос, который здесь надо обсудить, это вопрос о так называемых формах собственности. Вот сложились, и это тоже экономический на самом деле вопрос, политэкономический, потому что формы собственности, по моему глубокому убеждению, не только по моему, это на самом деле категория не юридическая, политэкономическая, и вот почему. Поэтому вот все, что я вам рассказывал об экономических отношениях собственности, оно никак никаких форм собственности не касалось, да их и не было на самом деле никогда. Вы их даже в работах классиков марксизма не найдете, если классиками считать Маркса и Энгельса, а не Иосифа Сырёновича и Сталина. Речь шла именно об отношениях собственности как таковых. А вот когда мы совершили Октябрьскую революцию и пошел вопрос о новом социалистическом праве, о новых социалистических отношениях собственности, вот там-то эта штука формы собственности и родилась. И чтобы вы знали раз и навсегда, впервые этот вопрос поставил, между прочим, Гоихборг, ныне покойный, который руководил рабочей группой по созданию Гражданского кодекса 1922 года. История эта известна, есть вот теперь очень хорошая книжка Татьяна Евгеньевна Новицкая, это, кстати, внучка Ивана Борисовича Новицкого, Татьяна Новицкая, это наш профессор нашего факультета, она написала монографию целую о создании Гражданского кодекса 1922 года. Но эта история и раньше была известна, и до Татьяны Евгеньевны. А история заключалась в том, и вы, ну вы, наверное, уже не учили, я-то учил, и кто постарше, заключалась она в том, что когда вот эта комиссия из очень серьезных, на самом деле, дореволюционных профессоров во главе с Гоихборгом написала первый вариант Гражданского кодекса, то Владимиру Чуленьу он жутко не понравился, он ее раздраконил, как говорится, высказал по этому поводу свое фью, наркому юстиции Дмитрию Ивановичу Курскому в известных письмах, и сказал, что все это дело надо переделывать, и что нечего там, как он выразился, не давать себя надувать тупоумным буржуазным юристам, которые переписывают старое понятие о римском праве, а создавать новые социалистические понятия. И вот когда такая задача Пила перед Гоихборгом поставлена, то, как я понимаю, он долго чесал себе, значит, вот затылок, ну, наверное, не он один, и одним из вариантов такого нового социалистического подхода как раз и стало, и Гоихборг об этом прямо сказал при принятии Гражданского кодекса 1922 года на сессии в ЦИК, одним из вариантов такого нового подхода, он и сказал, что стали вот эти самые формы собственности. Он сказал, в буржуазных кодексах никаких форм собственности нет, конечно, их и сейчас нет. Вы не поверите, может быть, многие из вас, но даже и о частной собственности, попробуйте, найдите в БГБ что-нибудь или в код цивиль, ничего вы не найдете. В конституциях вы найдете, в новейших буржуазных, это да, потому что документ все-таки больше политический, чем правовой. А в гражданских кодексах там право собственности есть, там владение есть, вечные права есть, но ни частной, ни какой другой собственности вы не найдете там. Вот, так вот, Гоихборг сказал, что в буржуазных кодексах никаких форм собственности нет, а у нас будут, и не одна, а целых три, государственная, кооперативная и частная. И они такие стали, 21-й статье, в 19-й, прошу прощения, статье кодекса 22-го года. Вот там было прямо записано, что у нас теперь есть собственность государственная, есть собственность кооперативная, есть собственность частная, потому что еще НЭП был. А потом мудрый Иосиф Иосиф Исарионович Сталин, вот, эту Гоихборговскую идею, Гоихборга, значит, отправили в места не столь отдаленные, вот, еще в конце 20-х годов, а Иосиф Исарионович эту идею подхватил и развил в своих мудрых трудах, и она в развернутом виде выражена в его книге «Экономические проблемы социализма в СССР», 52-й год. И все наши великие академики эту идею учили, и не только академики, но и простые люди, и вы в том числе, только уже без авторства Иосифа Исарионовича. Ну, как политик, значит, там авторское право можно отбросить. Иосиф Исарионович, в общем, к этому спокойно относился, к своим авторским правам. Кстати, он все писал сам, никаких спичрайтеров не было в его времена, и много писал мудрых вещей, мы еще об этом поговорим. Вот, вот Иосиф Исарионович сказал, у нас теперь будет при социализме, значит, типы, виды и формы собственности. Вот он нас учил, Иосиф Исарионович, что есть пять типов собственности, первобытно-общинный, рабовладельческий, феодальный, капиталистический, социалистический. При социалистической собственности есть... То есть при социализме есть две формы собственности. Есть социалистическая, есть личная. Вот, каковая, значит, и заключается в присвоении этих самых предметов потребления и используется только для удовлетворения потребностей граждан. А социалистическая собственность, в свою очередь, существует в формах собственности государственной и кооперативно-колхозной. А в 60-х годах мы к этому добавили еще собственность общественных организаций. Вот и сложилось это учение о типах, видах и формах собственности. Причем надо сразу сказать, что это учение о типах, видах и формах собственности, оно имело еще и реальный юридический смысл, потому что на самом деле в те времена правовой режим государственной собственности, колхозно-кооперативной собственности, личной собственности существенно различался. И по объектам, и по способам защиты была неограниченная вендикация государственного имущества. До 90-го года, кстати, она была, пока закон о собственности не приняли. Исковая давность никакая не распространялась на истребовании государственного имущества, а на истребовании личного распространялась. И много было других отличий. То есть, на самом деле, государственная собственность, все четко понимали, это один правовой режим. Захищение госсобственности наказывали очень сурово, вплоть до расстрела. Исключительные меры наказания. Кооперативно-колхозная собственность, другой режим. Личная собственность, третий режим. Еще собственность общественных организаций появилась в основах гражданского законодательства 1961 года. И вот с этим учением, вечно живым Иосиф Иосиф Иосифович, мы и живем до сих пор. Откройте учебник Санкт-Петербургский гражданского права. Глубоко уважаемый Юрий Кириллович Толстой. Все то же самое дело. Шесть изданий, значит, ругает он меня, но это не страшно. Меня уже много лет многие ругают, я к этому привык. Бог с ним, но он опять все эти сталинские идеи воспроизводит, понимаете. Вот, и если бы он один. Вот сейчас Владимир Константинович Андреев пишет время от времени брошюрки о праве собственности. Вот то же самое, значит, давайте опять разделим частную собственность и государственную. Еще выделим там какую-нибудь личную собственность или общественную. Еще вот упрекают нас. Ну как же, у вас же была вот в законе о собственности собственность общественных организаций, а потом вы ее куда-то задевали. Понимаете? А там ведь какая была история? Вот вы ее, к сожалению, не знаете. Поэтому я вынужден рассказывать. Написал один раз в сноске комментарий о законе о собственности России, и никто внимания не обратил. Вот мы, в общем, вот это наша рабочая группа, когда мы делали закон о собственности Союза, нам уже тогда стало ясно, что мы, как бы к Иосифу Сыремовичу не относиться, но его последователями мы себя не считаем. В отличие от тех, кто его критикует постоянно, но на самом деле его идеи проводят. Потому что вы можете мне не поверить, но эти формы собственности вы встретите у всех экономистов. И у Абалкина, и у Попова, и у правых, и у левых, и у центральных, и у полусредних, у каких угодно. Вот Иосифа Сыремовича, это надо отдать ему должное, он умел учить. В его времена, значит, он что написал, четко, ясно, по полочкам сам писал, потом это вдалбливали, и все это уже до гробовой доски в человеке, это на генном уровне сидит. Вытравить уже невозможно, ну невозможно. Откройте наши учебники гражданского права и прочтите про эти формы собственности. Это при всем уважении к Юрию Кирилловичу, это ведь не он придумал. Это все от Иосифа Сыремовича идет. Ну сколько можно при Иосифе Сыремовича? Ребята, ну в 1953 году помер человек. Больше 50 лет прошло, мы все его восхваляем. Ну можно развлекаться, конечно, и так, у нас свобода теперь. Но есть какие-то и разумные рамки, я считаю. Вот с этой собственностью общественных организаций нас упрекают. Куда она у вас делась? Мы вообще в законе о собственности союза этих форм собственности делать не хотели, но экономисты заставили. Выкрутили руки, что называется. Там много чего было интересного, я вам еще расскажу потом. Но зато, значит, когда началась война этих суверенитетов, нам сказали, что Российская Федерация будет срочно делать свой закон о собственности. Причем это уже шло параллельно. Это вот конец 89-го, начало 90-го года. Они приняты, эти законы были практически одновременно. Российский закон о собственности вступил в силу с 1 января 91-го года, союзный на полгода раньше. И когда в России сказали, что хотят делать закон о собственности, сил не было, а все равно пришли к нам. Потому что тогда там председателем комитета, ну тут председателем комитета по законодательству в Союзе был сначала Сергей Сергеевич Алексеев наш, дай бог ему здоровья. Потом он стал председателем комитета конституционного надзора. Пришел Юрий Хамзатович Калмыков, вот, замечательный человек, который все в общем понимал. А в России там, конечно, все было пожиже и похуже. Вот, там председателем комитета был Сергей Михайлович Шахрай, который, вот, я-то его очень давно помню. И знаю еще, когда он в аспирантуру к нам поступал, я уже был тогда замдекана по науке. Вот, и вот, значит, Сережа Шахрай, он в общем кинулся к нам, пришел, тогда были в нормальных моих отношениях, говорит, ну помогите нам закон написать. И я его привел к Александру Львовичу, мы ему сказали, что сделаем мы вам закон, только просьба одна, чтобы никаких экономистов не было. Потому что сил уже невозможно, не стало терпеть вот всю эту ахинею. Он говорит, нет, вопроса не будет, не будет, все. И, пожалуйста, сколько надо времени, он говорит, две недели. На самом деле, написали за неделю первый вариант, и даже не за чистую неделю, то, что с утра все были заняты, собирались после обеда в Белом доме, вот, в течение пяти дней. И написали очень четко, всю ахинею, уж извините за грубое слово, но теперь можно так сказать, всю ахинею, которая была в союзном законе о собственности, мы просто выбросили. И оставили то, что хотели оставить. Получился, ну, по тем временам, в общем, более или менее приличный закон. И дальше отдали его, значит, депутатам, а там Сережа, значит, Шахрай возглавлял этот комитет, а заместителем председателя у него был такой Николай Тимофеевич Рябов. Впоследствии он Центризбирком еще возглавлял вот в этом здании. Николай Тимофеевич Рябов очень хороший человек, он был замдиректора юридического техникума в Ростовской области. По образованию он говорил, ребят, я ничего в этом не понимаю, вы мне только объясните и текст этот дайте, а я уже его депутатам пробью, это не ваша забота. Ваша забота написать текст. Поэтому работать с ним было одно удовольствие. Ни он ни во что не лез, ни Сергей Михайлович ни во что не лез, и мы это быстро сделали и отдали им. А вот дальше там опять началось, до депутата когда дойдет, значит, вот они поглядели, да, говорят, вот у вас, значит, форм-то собственности не осталось, кроме частной и публичной, мы говорим, нет. Ну вот, ну бога вы не боитесь, ну посудите сами, вот что может быть кроме частного и публичного? Ну, вот там собственность каких-нибудь общин там казачьих, не вспомнили, собственность там этих общин малочисленных народов. Мы говорим, ребята, если у этой общины есть хоть одна копейка своя, которая не является копейкой члена общины, значит, это обособленное имущество юридического лица. А юридическое лицо, любое, это частный собственник своего имущества. Ну, если у него ни копейки нету, то и вопроса нету, собственники, вот они все, значит, это все равно частная собственность вот этих вот лиц, составляющих эту общину. Ну вот как вы не крутите, ну ничего не получается, кроме частного и публичного. Тогда был один очень важный вопрос, тогда боролись с собственностью КПСС. Вот, и значит, вот нам депутаты и задали вопрос с их точки зрения убийственной, а куда же вы КПСС-то отнесете? Ну, мы им сказали, ребят, тут есть два варианта, пожалуйста. Во-первых, КПСС юридическое лицо, к тому времени она уже была юридическим лицом, зарегистрированного в Минюсте, и это собственность общественной организации, то есть частная собственность. Как частная, скажем, КПСС и частная собственность, ну быть того не можем. Ну, представления же о частной собственности сидят, я же вам рассказывал, какие. Вот мистер Твистер, бывший министр, владелец заводов газет пароходов, вот это частный собственник. А если колхоз, мы говорили, частный собственник, до сих пор ведь не все в Думе, особенно вот из аграрной фракции, из аграриев, они не воспринимают, что колхоз частный собственник. Какой, это же коллектив. Я говорю, ребят, ну это собственность, кого? Даже не колхозников, ведь не понимают люди, что такое юридическое лицо. Это собственность этого юридического лица. Здесь один собственник, не коллектив, ну вы-то это, я надеюсь, понимаете. Но до людей это не доходит, или доходит с большим трудом. Вот был такой Пётр Петрович Мостовой, известная фигура, ног нам кровью попортил от госком имущества, ходил декон. Значит, в конституционном суде мы тогда с ним столкнулись по какому-то делу, по разные стороны баррикады. Мы его убедили, что акционерное общество, хотя бы даже и с государственным участием, хотя бы даже и со стопроцентным государственным участием, все равно собственник своего имущества, и даже частный. Месяца два я его убеждал, после этого он мне выдал тут в конституционном суде, как раз вот через дорогу. Да, говорит, это действительно частная собственность, это я понимаю, а вот насчёт собственности товарища с полных командир, я ещё подумаю, ещё подумаю. Ну вот, сейчас, извините, да. Извините, пожалуйста, у меня лекция, перезвоните. Вот, поэтому, значит, говорят, вот частная собственность КПСС, как же, КПСС не может быть частным собственником. Ну и, пожалуйста, есть второй вариант, есть правопорядки, где собственность религиозных организаций, например, и некоторых других, является разновидностью публичной собственности. Хотите, сделаем КПСС публичным собственником. Нет, ну как, КПСС у нас отделена от государства, она не может быть публичным собственником. И в результате появилась собственность общественных организаций, она появилась вот в этом самом законе о собственности 90-го года. Только и исключительно из-за борьбы с КПСС. Потому что её депутаты не хотели включить ни в публичную собственность, ни в частную собственность. Но теперь-то КПСС не стала, бороться не с кем. И поэтому в основах гражданского законодательства 91-го года, уже год спустя, мы же это делали. Мы вообще записали мысль крамольную, как нам тогда казалось. Вот покойный Георгий Давыдович Головов говорил, нас убьют вообще, изничтожат на заседании Верховного Совета СССР. Когда мы с тобой год спустя, после закона 90-го года, в основах 91-го, мы написали, имущество может принадлежать на праве собственности гражданам, юридическим лицам и государству. И поставили точку. То есть получилось одно, право собственности, но с разными субъектами. Мы думали, нас растерзают. Никто даже и не обратил внимания на эту формулировку. Совершенно нормальная, спокойная формулировка. Я сейчас завершаю. Короче говоря, речь-то ведь о чём идёт? Ребята, если мы... Ну, если кто из вас Иосифа Сырёновича уважает, то это Бога ради, это ваше дело, я ничего против не имею, у нас свобода. Вот. Но если мы от Иосифа Сырёновича отойдём, то мы должны всё-таки о формах собственности забыть. По крайней мере, в гражданском праве. В политэкономии пусть ещё там развлекаются. Это их дело. Но нету никаких форм собственности. Строго говоря, и частная, и публичная собственность – это тоже понятия экономические, не юридические. Юридически есть право собственности одно, со стандартным набором правомочий, которые есть в том или ином правопорядке. И у этого права собственности могут быть разные субъекты. Это правда. Граждане, юридические лица и государство. Но и в том, и в другом, и в третьем случае у этих субъектов одинаковые возможности. И вот мне, например, как участнику имущественного оборота должно быть в высшей степени безразлично. Находится передо мной гражданин, государство или юридическое лицо. С точки зрения отношений собственности у них у всех трёх должны быть равные возможности. И эту нехитрую мысль у нас опять политики и экономисты ещё в 90-м году выразили очень странным образом. Они стали говорить о равенстве форм собственности. Ну, это глупость, потому что формы собственности для того и были изобретены. Сначала Гойхбергом, а потом незабвенным Иосифом Сырёновичем. Чтобы создать разный правовой режим для государственной собственности, для личной собственности, или для частной, которая ещё во времена НЭПа была, для колхозно-кооперативной, или там для собственности общественных организаций. В этом и смысл на самом деле этого деления, которое, в общем-то, прекрасно все понимали. И по существу равенства, конечно, нет, не будет никогда, и оно и невозможно. Потому что, ну вот самые простые примеры, которые я всё время привожу. Ну, имущество, изъятое из оборота или ограниченное в обороте, оно может находиться в государственной собственности. Конечно, всё имущество, изъятое из оборота, это государственная собственность. У нас даже это федеральная собственность в условиях нашего федеративного государства. Оно никогда не будет у граждан и даже у юридических лиц. Где ж тут равенство? И массу других примеров можно привести. Если обанкротится юридическое лицо, в конкурсную массу пойдёт всё его имущество. Если обанкротится гражданин, в конкурсную массу пойдёт всё имущество за изъятием того, что указано в Гражданском продукциальном кодексе. А там-таки кое-что указано, в том числе единственный дом, например, и так далее. Вот, опять равенства нет. И много-много других можно параметров привести, по которым вы убедитесь, что никакого равенства вот этих так называемых форм собственности нет. Равенство в другом есть. В том, что есть одно право собственности, ещё раз повторяю, со стандартным набором правомочий. И этот набор правомочий, он действительно одинаков у разных субъектов. А если бы он был не одинаков, то не получилось бы никакого имущественного оборота. И никакого бы правоприемства бы не получилось, в том числе сингулярного или частного. И право собственности не переходило бы от одного лица к другому. И никто бы не смог доказывать, как вот сейчас я сидел на выходные и писал отзыв на одну кандидатскую диссертацию. Неплохую, кстати. Что у нас объектом оборота являются только права, а не вещи сами по себе. Ну, бога ради, можно и так доказывать. Только вот тогда от форм собственности отрекитесь. А это как раз вот соискатель, который сам из Питера был и учился по питерским учебникам и на них ссылается. Ну, ребята, тогда надо либо так, либо эдак. Если у вас формы собственности, никого правоприемства нет при переходе имущества из одной собственности в другую. Государственная собственность прекращается, возникает частная. Или частная собственность прекращается, возникает государственная. Так при социализме и было, так нас учили. Никакого правоприемства не было. А если мы стоим на той точке зрения, что право собственности переходит от одних субъектов к другим, то это как раз показатель того, что никаких форм собственности нет. Всё это выдумки политэкономов, а точнее говоря, Иосиф Сырёныч, который этих политэкономов очень хорошо научил в своё время. Вот, и поэтому всё-таки, конечно, никаких форм собственности нет. Единственный аргумент, который сейчас приводится, и он везде широко кочует, это аргумент о том, что вот в Конституции написано, что у нас признаются и равным образом охраняются государственные, частные и иные формы собственности. Но вот пока Конституция действует, я не могу вам сказать про автора этой формулировки и как она родилась. Могу только сказать, что родилась она в попыхах. Ну, если кто не знает, то как всегда делается в демократическом правовом государстве. Многие, наверное, думали, и вы думаете, до сих пор, что Конституция рождалась в 1993 году на нашем конституционном совещании. Там обсуждался некий текст, это правда, но он потом, конечно, не пошёл на всенародное обсуждение. А параллельно вот в соседнем здании за стеной писался другой текст Конституции, несколькими очень хорошими лицами, которые постоянно звонили и спрашивали. И вот в попыхах, когда всё горело и когда покойный Борис Николаевич требовал скорей-скорей, вот они написали текст, вот тот текст и голосовался на всенародном референдуме. Вот, и потом только его стали изучать, когда уже проголосовали. Вот и выплыли там эти самые иные формы собственности. Ну, не хочу никого там сейчас говорить, придёт время, тогда скажем. Вот, ну, поверьте мне, что это результат недоразумения, скажем так, это запись Конституции, но коль скоро она есть и с ней надо считаться, это правда, но здесь выход-то ведь очень простой. Там ведь нигде не говорится о праве собственности в Конституции, там говорится именно о собственности, то есть об экономических категориях. Кстати, наша Конституция здесь не единственная. И в Конституции Германии, например, Конституционный суд тоже истолковал собственность не только как право собственности, а вообще как имущественные права на любое имущество. И в суд по правам человека, вот люди ходят, жалуются там на нарушение их права собственности, имея в виду, что, допустим, вот дефолт и банк денег не заплатил вкладчику своему. Ну, с точки зрения гражданского права здесь отношения-то обязательства на правовые, а не вечные. С точки зрения Конституционного суда и защиты Конституционных прав личности, это, можно сказать, отношение собственности. Это просто другое понимание. Благодаря, значит, вот и некоторым очень хорошим людям, впоследствии покойным, как выражался булгаковский герой, участвовавшим в создании Конституции, мы вынуждены были эту Конституционную формулу воспроизвести в 212 статье ГК, она действительно там есть, это формула из Конституции, и всё. Но дальше нигде ни о каких формах собственности кодекс ведь не говорит, а говорит о праве собственности. И это, в общем, правильно. И мне бы всё-таки хотелось, чтобы вы были бы юристами, а не политиками и не экономистами. А для юриста, для цивилиста, во всяком случае, в нормальном виде есть право собственности одно. Вот, так же, как есть и другие вечные права, и обязательственные права, там, и исключительные, и корпоративные. Вот есть одно право собственности, у которого могут быть разные субъекты. Вот так оно и было у нас до революции, так оно и сейчас будет. А всё остальное это от лукавого. Это от политики, от экономики, от прочих вещей, которые нас с вами волновать не должны. Я вам в прошлый раз про Веншайда говорил, вот Веншайд в своё время и утверждал. Ну, мы бы сейчас сказали, что это, конечно, безобразие, это буржуазные утверждения, но теперь мы уже так не говорим. А Веншайд говорил, что для юриста, в общем, вот все эти побочные соображения, экономики и политики, не должны иметь никакого значения при толковании и применении законов. Только юридические соображения мы должны принимать во внимание. И у нас, если мы отвлечёмся от философии, от политэкономии, от политики, от прочих таких побочных вещей, мы должны сказать, что право собственности, это, конечно, юридическая категория, а вот собственность категория экономическая, формы собственности. Ну, раз уж так привыкли, и вот вечная память Иосифа Сырёновича, ну, живите с этими формами собственности, только в право их не тяните. Потому что, если при Сталине они имели юридический смысл, это были разные правовые режимы, то теперь, после того, как сами в 90-м году в союзном и в российском законах провозгласили вот это так называемое равенство форм собственности, все эти различия потеряли смысл. А раз правовой режим одинаков, то даже по правилам формальной логики, зачем разные слова-то? Ну, зачем они? Юридически, повторяю, есть только одно право собственности с разными субъектами, и никаких форм собственности нету. Ну, мы привыкли, я понимаю авторов учебников, и прекрасно понимаю Юрия Кирилловича, допустим, Толстого, ну, мы привыкли в советские времена, для него уж это, наверное, седьмой учебник, всегда делать запевку, нельзя же начинать сразу с права, обвинят в формализме, в догматизме юридическом, надо начинать от политики. Если уж не от решения очередного съезда КПСС, то тогда хотя бы от экономического анализа. Вот есть разные формы собственности, тра-та-та, а теперь вот переходим к праву, и начинаем изучать, что такое право собственности, какие у собственника правомочия, как они реализуются, как защищаются, и мы все равно потом про эти формы забываем. Вот посмотрите дальше любой учебник, если у нас есть формы государственной собственности, формы частной собственности и иные, какие иные никто еще пока не назвал. Ну, попробуйте назвать, я вам тут же докажу, что это частная собственность практически всегда, и вы сами это прекрасно понимаете, нет никаких иных, и быть не может по определению. Это почва для политических спекуляций, вот что это такое, ну это на здоровье. Вот, а есть, повторяю, одно право собственности, а если вы учебники посмотрите, вот государственная собственность и частная собственность, в чем там различие? Что в содержании правомочий, в порядке осуществления, в порядке... Нет, различия в объектах, в правовом режиме объектов. И с этого начинается, вот в государственной собственности может быть любое имущество. Могло быть, теперь в федеральной только собственности, это осталось в собственности субъектов федерации, уже не любое. А вот в частной собственности только вот такое и сякое. То есть начинаются различия в правовом режиме конкретных объектов. Но правовой режим объектов это не право собственности. Право собственности это то, что собственник может делать со своим имуществом, и как это ему реализовать, и как это защитить. А вот тут вы даже в питерском учебнике, в любимом, вот некоторыми из вас, как я понимаю, до слез никаких различий, к сожалению, не найдете. Хоть как вы его не читаете. Ну, все одно и то же. Различия только в режиме конкретных видов имущества. Это не есть право собственности, я очень извиняюсь. Вот. Поэтому, я думаю, здесь мы сейчас с вами можем прерваться, да? Сделаем небольшой перерыв, а после перерыва продолжим разговор уже о праве собственности.